Всем привет и добро пожаловать! Меня зовут Маша и я носитель русского языка. Сегодня я бы хотела поговорить с вами о трёх идиомах в русском языке. Мы посмотрим, как они использовались в фильмах о Гарри Поттере, так что смотрите до конца, будет интересно. Первая фраза – выйти из себя. Если переводить дословно, то получится бессмыслиться, непонятно, как это можно – выйти из себя. Фраза выйти из себя значит очень сильно разозлиться. То есть сначала вы были спокойны, а потом что-то довело вас, вы разозлились, вышли из себя. Помните, когда тётя Гарри Поттера постоянно давила на него? Он вышел из себя и сделал из неё мячик. Чтобы выйти из себя, нужно, чтобы что-то тебя вывело. То есть, например, меня вывела из себя погода. То жарко, то холодно, то дождь. Мне некомфортно, я нервничаю. Погода вывела меня из себя. Или ещё один вариант использования. Что тебя выводит из себя? Это вопрос. Мы спрашиваем, из-за чего ты можешь разозлиться? Что выводит тебя из себя? Следующая фраза – не находить себе место. Я не нахожу себе место. Это значит, что вам сейчас некомфортно. Вы не находите себе место. Эту фразу можно часто услышать, когда человек переживает, волнуется. Ему некомфортно. Он не находит себе место. Помните, как Дамблдор взял из Кубка Огня имя Гарри? В тот момент Гарри не находил себе места. Потому что он не ожидал, что его вызовут. Это для всех был сюрприз. Можно ещё не находить себе место, когда ситуация. Когда ситуация очень нервная и напряжённая. Например, сдача экзамена. В этот момент студенты обычно не находят себе места. Они волнуются. Не знают, какие задания будут на экзамене. Поэтому студент не не находит себе места. Ему некомфортно. Я не нахожу себе места. Я не знаю, что будет на экзамене. И последнее. Дословно, конечно, это звучит странно. Как ты можешь взять себя в руки? Мы не можем так сделать физически. Но, когда мы используем эту фразу, это значит, что человек сначала вышел из себя, потом не находил себе места, он не знал, что делать. И в конце взял себя в руки. То есть, сосредоточился, решил, что делать. Взял себя в руки. Помните предыдущий пример, когда Дамблдор вытащил имя Гарри из кубка? И Гарри в этот момент не находил себе места. Так вот, он взял себя в руки, сосредоточился, нашёл решение и победил в первом туре дракона. Если бы он не смог взять себя в руки, скорее всего, он бы проиграл и, возможно, даже погиб. Но! Гарри взял себя в руки и выиграл этот турнир. Данную фразу мы можем говорить как наставление кому-либо, как пожелание. Возьми себя в руки. Это три очень популярные фразы. Мы очень часто слышим их. И вы, когда приедете в Россию или будете разговаривать с русскоязычными людьми, скорее всего, вы услышите эти фразы. Я вам гарантирую, мы очень часто их используем. Итак, закрепим. Первое. Выйти из себя. Когда что-то нас разозлило, я вышел из себя. Второе. Не находить себе места. Не находить себе места. Я волнуюсь, я не знаю, что мне делать, нервничаю и переживаю. И последняя, третья фраза. Взять себя в руки. Я взяла себя в руки и сделала это. И вы возьмите себя в руки и учите русский язык. Он не так сложен, как все говорят. Спасибо за просмотр этого видео. Подписывайтесь и ставьте лайк. Пишите любые ваши комментарии. Любой ваш фидбэк очень важен для меня. Пожалуйста, пишите хорошие моменты или что мне нужно исправить. Я желаю вам отличных выходных, хорошей недели, отличной погоды и всего самого наивысшего. Спасибо и до свидания.